упали неизвестно вот я не могу сказать что я себя довожу до этого состояния но как-то пару раз у меня было такое что четкие выпали вот но я просто читаю столько сколько себе могу позволить и так чтобы напилиться вот если я почувствовала все я напилась но душа просто она уже получила наконец-то то что она хотела когда я могу себе позволить оставить и заниматься чем-то другим когда делаешь мудры тоже можно про себя повторять когда делаешь асаны если можешь тоже какими-то элементами можно пользоваться то есть масса вещей как осветить свое тело то есть мы идем к тому чтобы испытать вообще святой дух скажем так по большому счету и это уже высшие материи там идут но все это должно войти в конечном итоге физическое тело и тело духа творится должно быть скажем так вот естественно все высокие состояния они потом намного проще доходят до тебя когда ты пользуешься всем что только известно то есть есть у нас понятие святого духа скажем тогда и христианство это где-то генерируют мы можем этим пользоваться если мы идем в церковь мы должны запоминать это как это там это есть они с помощью вибрации нашего пения прекрасного они это формируют но удержать не могут закончили пение уже все этого нет а если вы дойдете я живу до конца будете иметь определенный код даст бог вот это совершенно другие вещи вы всегда спокойны в любой момент можете пользоваться этим это это невероятная сила удовольствие я не знаю какие еще слова сюда подбирать вообще слов нет то есть примерно вы себе увидели как можно пользоваться мантры если у вас нет посвящения вы можете просто уже искать это нечто пользоваться как-то я же говорю если сильное желание нет времени нет возможности ехать в индию как минимум я даю посвящение то есть я могу передать эту мантру я могу сделать посвящение чтобы баба джиме это все передал есть возможность то можете себе позволить почитать мантру все четкими давайте прочтем хотя бы кружочек естественно про себя самый важный момент пожалуйста выполняете упражнение если вы не учтете этот маленький нюансик что у вас спина будет загибаться по всей вашей практике я не знаю вообще не будет никакого смысла то есть либо вы садитесь в такую позицию как я сижу ну вы себя выстраиваете постепенно учитесь сначала одну ногу делать одну ногу закидывать как-то потихонечку я просто почему как почему я пользуюсь этой позиции что она в такой степени удобной становится что не надо подкладывать подушечку в какой-то степени поэтому это очень удобно а если вы не можете значит максимально подложите подушечку чтобы ну и вот так вот как бы ниже пыли чем ваш таз или как сказать если я так сижу у меня на одном уровне идет видите вот так если вот так будет загибаться ну все это часть энергии там я не знаю как и что не совсем правильно вот а если есть возможность сделать подушечку значит сделайте или тогда лучше сядьте и ноги свесь вниз потому что иначе позвоночник скринуться 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 и скринуться неправильным образом туда или сюда и меня пойдет не по центральному каналу а или слева или справа либо будет возжигание огня либо недостаток либо больше будет им а не я или ильяне в общем не то будут проблемки потом не надо нам эти проблемки поэтому первое с чего начинается йога это все таки правильная позиция это правильный позвоночник раскрыть рудную клетку проверить как вы на этом стержне таком находитесь находитесь или и потом приняв очень она мудро успокоившись вы можете что-то делать дальше да ну хорошо давайте попробуем почитать еще и учителя надо представлять или божеству и с работы полно можно объявить а можно быстро давайте вслух да может люди и так по себя молчат мы же настраиваемся по себя так тебе чутки так 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 Продолжение следует... 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 которые для того чтобы их обучить массу людей которые может быть этими занималась это немножко сложнее а здесь у нас маленькие группы я могу каждому подойти и посмотреть так он делает или не так скорректировать поэтому я даю этот курс маленькой группе и я думаю что вы его без всяких проблем возьмете если даже раньше этим не пользовались значит у меня есть такие еще остались эти как бы вот записи я чуть-чуть там еще что-то добавлю учитывая то что у бабочки вынес этот курс я внесу сюда эти небольшие дополнения но для того чтобы вам запомнить хотя бы какую-то последность и так далее эти записи недостаточно а если вы вспомните то что я добавляла уже исходя из того что может быть марка вам давал хорошо они значит и даже так как здесь эти записи есть вам уже этого хватит чтобы хоть что-то иметь и потом ориентироваться на какую-то практику итак я здесь написано такой заголовок некоторых ранее вам перед основной практикой под основной практикой подразумевается когда ты уже все оставляешь и либо переходишь к мантре и из мантры выходишь туда да либо даже уже без всякой мантры потому что здесь очень сильно формируется энергия ты уходишь дальше поэтому основная практика это все таки даже и не про на яма а то чтобы ты ушел и он не так говорил что для того чтобы уйти туда то есть войти уже состояние самадхи при вашей хорошей хорошей наработанности уже да чтобы уже это все хорошо проработали вам не надо даже все это делать вам достаточно сделать только три банка это называется несколько раз или даже одного раза достаточно один раз что-то продышали и все и уже можете войти в конечный результат вот может быть и этого уже не надо точно так же как не надо особо сильно усердствовать с упражнениями по хатха йоги то есть да размялись туда-сюда но нет необходимости особо изощряться хотя кто это умеет делать то что за проблемой нет проблем и так под номером один у нас идет о швине мудро вот наверное тут и с ней я только лишь повторюсь что сначала мы сжимаем область промежности или оснований половых органов скажем тогда то есть мы просто сидим и в принципе с расслабленным телом руки можно держать таким образом на коленях можно и таким держать образом то есть ну кто как иногда удобнее бывает что их так положить на колено то есть вот когда вы для себя сделаете хорошую яса асану то есть сиденье хорошее да чтобы вы полностью были правильно выстроены и тогда вы начинаете это делать то есть сжимаем сжимаем разжимаем это вот типичное упражнение на пеках по-моему тоже пользуется да ну я не знаю там тонкости да то есть здесь сжимая сжимая таким образом принципе мы должны охватывать все что здесь внизу живота находится то есть постепенно это чувствительность развивается только ты не загибай спину ты прямо все-таки сиди да если ты делаешь упражнения то есть мы сжимаем разжимаем сначала мы работаем только как бы с половыми органами да когда мы прочувствовали эту часть уже так хорошо прочувствовали разогналась кровь чуть-чуть мы как бы заставили понапрягаться мы переходим к анусу то есть либо мы только с анусом работаем либо одновременно подключаем вот и наблюдаем значит за двумя этими уже местами одновременно и как разновидность нужно поработать с правой стенкой ануса только лишь с ней поработать и если мы будем рассматривать свое тело мы увидим как допустим правая стенка правая часть тела она начинает также нагреваться за счет того что мы делаем такой массаж в этом месте в этот момент активизируется левая часть мозга это можно заметить параллельно поработали с правой перешли на левую часть ануса может сразу конечно это не получится можно конечно этого и не делать но в принципе для разнообразия я этим пользуюсь как вот для развития какой-то тоже чувствительности скажем так а потом это действительно конкретное упражнение нас на осознавание той или иной части тела так когда ты на нее обратил внимание а так вот конкретно левая часть тела и правая сторона черепа посмотрите головы отдается там возьмите заднюю стенку по позвоночнику по спинке посмотрите обратите внимание на спину